Приветствую всех, дорогие мои, мира, счастья, здоровья вашему дому, Беларусь, прогноз для Беларуси. Итак, смотрим июль 2023 года, есть уже на моем канале прогноз для России, для Америки. Начну, пожалуй, с кармических узлов, которые еще, еще не уходят в другой сектор жизни Беларуси, а остаются в секторе партнерства и личности нашей страны. То есть это то, как государство, чиновники, наверное, вот так будем рассматривать, более широко коммуницируют, общаются, взаимодействуют не только за пределами страны, но и внутри самой Беларуси. И здесь я должна отметить не очень-то хорошее положение. Ситуация сложная, ситуация нервозная, неуверенность, недоверие, некая агрессия, недовольство. Россия и Беларусь находились в одинаковом поле кармической проработки. В таком же поле проработки находилась и Украина. Я Украину еще буду смотреть. Все три государства на протяжении долгого времени, а именно в период СВО, проходили кармическую проработку в секторе личности и партнерства. И неважно, это за пределами государства или же внутри страны. Россия уходит вперед, кармические узлы развязываются, и развязываются они именно в июле месяце. Да, будет сложно, но Беларусь еще останется в этом секторе. Сектор партнерства и сектор личности, как страна, государство, относится к народу, как я сказала, ну и ко всем партнерам, которые находятся за пределами страны, а также как партнеры относятся к Беларуси. Ну и, естественно, народ однозначно. Здесь палка на двух концах. Я специально несколько раз повторила, разжевала, чтобы вы, дорогие мои, поняли, о чем идет речь. Сейчас достаточно много информации о том, что 17 июля может быть некая катастрофа, что что-то должно случиться. По моим данным, если и будет какая-то ситуация, то она произойдет в начале июля, в крайнем случае до 10 июля точно. А если назвать даты, то где-то может быть 4, 5, 6, 7 числа. Это наиболее вероятные даты, в которые надо быть крайне-крайне осторожными. Первое, на что стоит обратить внимание, так это на то, что где-то с 5 числа, в крайнем случае по 17, будут происходить какие-то ситуации, непонятные состоянием людей, это и по здоровью, будут происходить какие-то скандалы, ссоры, некоторые будут наблюдать помрачение ума, опечаленность, агрессия, и в целом ситуация будет складываться достаточно трагично. Это тот период, когда может пострадать и профессиональная сфера, и социальная сфера. Искренне хочу предупредить, особенно молодежь, чтобы были осторожными, чтобы были разумными, потому что вероятность того, что можно попасть за решетку в какую-то изоляцию или на больничную койку, вероятность пострадать весьма велика. Почему? К сожалению, складывается период некой растерянности, неких потерь, некой неуверенности. И такое впечатление, что очень много людей будут смотреть на свое будущее, на все то, что они как бы имеют. Некие потери идут, потери для людей. Может быть, это связано с какими-то законами. Если обратиться к параду планет, который не так давно был, то четко прослеживается противостояние народа и власти. То есть власть совершенно где-то далеко и непонятно где, ну а народ, в общем-то, сам по себе. Очень хочется верить, что этого не будет, потому что если принять какие-то меры, это не значит, что меры какие-то устрашающие, подавить, остановить, это можно сделать. Но тогда страна может пострадать очень сильно от каких-то природных катаклизмов. И вот эта ситуация с засухой, которую мы сейчас переживаем, это все можно смело завязать в один кармический узел. Это звенья одной цепи. Время еще есть избежать каких-то катаклизмов, избежать каких-то столкновений. Я хочу сказать, что не обязательно, что это будет дело рук человеческих. Нет, друзья мои, здесь очень хорошо может поработать кармический узел, например, по партнерству. И партнерство и личность самого государства можно получить удар на отмашь от Вселенной. Самая главная задача этих кармических узлов – наладить отношения, заботу, внимание. Я знаю, что с 1 июля подписываются какие-то законы, и это очень большая ошибка. Это может быть очень большой ошибкой, особенно если эти законы ущемляют какие-то права. Ну, поживем-увидим. Но в целом, когда кармические узлы уже уходят, переходят в другой сектор жизни, то, как правило, они приносят подарки, они платят. И вот этот удар на отмашь может получить кто-то из высших эшелонов власти. Я думаю, что до конца года мы можем кого-то потерять из значимых лиц нашего государства. Это не самый лучший вариант и не самая лучшая идея именно сейчас. Сейчас в этот период, в сложный период, кто-то где-то менять, притеснять, изменять. Вот почему сектор личности, партнёрства и сектор закона и сектор кармы, а сектор кармы – это смерть, это потусторонний мир. Даже продолжать не хочется, правда. Потому что если говорить о дате 17 июля, о которой все трубят, то, в принципе, для Белоруссии она будет переломной. Что-то резко, просто резко сменится, произойдёт какая-то смена. Может быть, что-то отменят. Может быть, нам не всё рассказали, и наоборот, что-то будет хорошее примут, что все скажут ура, ура, ура. И эти кармические узлы плавно перейдут в другой сектор жизни Белоруссии. И всё будет у нас хорошо. Поэтому, дорогие мои, бояться 17 июля Белоруссии не надо. Всё будет хорошо. Я искренне верю в то, что всё нормализуется. И эти все страхи, которые сейчас нагнетаются в стране, они будут беспочвены. Правда, очень-очень этого хочется. Но огромная просьба – пожалуйста, всё-таки сохраняйте здравый смысл, берегите себя и тех, кто рядом, потому что сохраняется опасность вмешательства в жизнь Белоруссии, в нашу жизнь каких-то внешних сил, велика вероятность природных каких-то катаклизмов. И здесь сложно сказать, кто больше будет вмешиваться или кто будет пытаться реализоваться на территории Белоруссии природные явления. Какие-то внешние силы или внутренние силы. Такая вероятность есть. Она сохраняется до 15-20 числа. Я говорю об июле 2023 года. Особое внимание надо уделить с 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го и даже 8-го июля. Это наиболее, на мой взгляд, травматичные какие-то события. А что касается здоровья, то со здоровьем в стране будет всё хорошо. Переживать не надо, но будет некий страх заболеть. Болезнь может появиться. Это болезнь ложная, надуманная. Поэтому меньше обращайте внимания на всевозможные громкоговорители в торговых центрах, рынках о пандемии, о том, что вы можете заразиться. Дорогие мои, это всё пустое. Здесь будет действовать больше психосоматика. Вот именно это нагнетание, оно будет создавать страх, неосознанную агрессию. То есть психологически люди будут неустойчивы. Как говорится, не подходи, укушу. Вот это будет. Я думаю, что с этим скоро власти покончат, и всё у нас будет тихо, мирно и хорошо. Обращаю также ваше внимание, что планета Марс – это планета знаков огня, это планета войны. Сатурн – это планета знаков Земли. Они вместе входят в знак зодиака лев. Лев – это тоже огонь. То есть представляете, что такое лев? Марс, ну и, конечно, там Сатурн. Агрессии будет много. Будут пожары, будут какие-то катаклизмы, будут возгорания независимо от рук человеческих. Поэтому, дорогие мои, совет только один. Давайте заниматься домом, давайте отдыхать, давайте наслаждаться. Ну а всё остальное сделает за нас Вселенная. Давайте не будем ей мешать. Вот на такой, пожалуй, минорной ноте я закончу. Да, будет период сложноватый, будет много каких-то мыслей, головные боли, глаза будут болеть у многих. Ну, что делать? Единственное, на что ещё разок обращаю внимание, что будет очень много каких-то вымышленных, ложных заболеваний на фоне всего того, что происходит. Пожалуйста, подписывайтесь, пишите ваши комментарии. Ну а я с вами прощаюсь.